Крушение Боинга. Хроника лжи террористов и российской пропаганды. Перед крушением пассажирского Боинг-777 российская пропаганда сообщила об уничтожении орудующими на Донбассе террористами украинского транспортного самолета Ан-26. Территория, на которую упал сбитый лайнер, контролируется боевиками, однако фотографии этого якобы сбитого транспортника нигде не обнародованы. При этом фото сбитого Боинг уже было и на лентах информагентству, и в социальных сетях. Информацию о якобы сбитом украинском самолете Ан-26 сообщили РИА Новости, РБК, Лайф Ньюс, а также другие российские СМИ. Через некоторое время после публикации этих сообщений стало известно о том, что был сбит Боинг-777, а не транспортник. При этом информация о якобы уничтожении транспортника также была сообщена на многочисленных информационных ресурсах террористов. В том числе такие сообщения появились в паблике, который размещался в соцсети ВКонтакте и публикует сведения, полученные от одного из лидеров террористов Игоря Гиркина. Примечательно, что после обнародования сведений о том, что террористы сбили не украинский Ан-26, а малайзийский борт Боинг-777, со страницы Гиркина была удалена информация о якобы успехе боевиков. После этого на этой же странице был опубликован откровенно сфабрикованный скриншот с якобы имевшим место сообщением украинских властей об уничтожении самолета с сотнями террористов. Российская пропаганда продолжила продуцировать все новые версии произошедшего, не оглядываясь при этом на уже обнародованные заявления украинских властей и нестыковки в сообщениях очевидцев. В частности, российские СМИ сообщили о людях, которые якобы наблюдали в небе перед крушением лайнера боевой самолет. Но эту версию разоблачили простые пользователи интернет-сети. Так, информация в твиттере от якобы летевшего на этом лайнере испанца была явно сфабриковано. Сейчас в интернете очередной ватник мне начинает доказывать, что якобы есть твиттер какого-то штриха, судя по всему испанца, который перед крушением самого этого самолета над Торезом написал в твиттер перед собственной смертью, что он сейчас на борту, мол, и видит пару самолетов украинских рядом с его пассажирским самолетом, лайнером Боингом. Но прикол в чем? Последний пост, опубликованный им 32 минуты назад. Смотрим время. 22.20. Он что, выжил? Суть в чем? Суть в чем этого твита? Да. Суть в том, что твиттер завтра будет не показывать, он не будет завтра показывать точное время последних твитов. Завтра он будет писать, что это было вчера, и никто не будет знать точное время публикации. И никто не спалит, не поймет, что самолет был сбит в районе 5 вечера, а последний твит им был опубликован в без 15.10. Эту версию пытались поддерживать заявлениями террористические организации ЛНР и ДНР. Однако заявления одного из лидеров этих организаций, Александра Бородая, вызвали еще больше вопросов. Если это действительно пассажирский лайнер, то это сделали не мы, сказал он. Затем пропаганда безапелляционно заявила, что крушение было вызвано украинской ракетой или следствием работы украинской ПВО. Кроме того, утверждалось, что целью ракеты мог быть борт президента России Владимира Путина, Ил-96-300. «Контуры самолета в целом похожи, линейные размеры также весьма схожи, а что касается раскраски, то на достаточно отдаленном расстоянии она практически идентична», — приводили СМИ слова независимого источника Росавиации. При этом СМИ начали заявлять, что донбасские террористы якобы не владеют средствами, которые позволяют поражать цели на высоте в 10 километров. Однако те же самые СМИ еще несколько дней назад распространяли информацию боевиков о том, что в их распоряжении появился зенитный ракетный комплекс «Бук», способный поражать цели на высоте до 18 километров. Между тем, на протяжении всего дня четверга, в том числе до появления сообщений о крушении «Боинг», пользователи Twitter фиксировали появление ЗРК «Бук» в Снежном и Торезе Донецкой области, городов из которых могли террористы атаковать лайнер. Пользователи разместили в соцсетях фото и видео, на которых был запечатлен ЗРК «Бук». Несмотря на сообщения российских СМИ и заявления российских экспертов о вине Украины в инциденте, пятничные номера иностранных газет вышли со статьями, в которых речь идет, судя по первым полосам, о причастности террористов и или России к крушению самолета. А влиятельная британская The Times на своем сайте отметила, что трагедия с «Боинг-777» является прямым результатом намеренно подпитываемого Москвой конфликта. Накануне Служба безопасности Украины на своем аккаунте на видеохостинге YouTube выложила фрагмент записей перехваченных разговоров террористов между собой, а также своими координаторами в российских вооруженных силах. В ходе телефонных переговоров террористы признаются, что сбитый ими самолет гражданский. Напомним, над Донецкой областью был сбит пассажирский лайнер авиакомпании Malaysia Airlines. Связь с ним прервалась в 16.20 по киевскому времени. В результате теракта погибли 295 человек, среди которых было 80 детей. При этом президент Российской Федерации Владимир Путин, всячески поддерживающий действия так называемых ополченцев ДНР и ЛНР, в трагедии обвинил Украину. Этой трагедии не произошло бы, если бы на этой земле был мир. Во всяком случае, не были бы возобновлены боевые действия в юго-востоке Украины. И, безусловно, государство, над территорией которой это произошло, несет ответственность за эту страшную трагедию. На этом лживая пропаганда не остановилась. Уже сегодня, 18.07.2014, РИА Новости со ссылкой на «народного» в кавычках губернатора Донецка Павла Губарева распространила очередную дезинформацию. «Мы рассчитали траекторию и посоветовали со специалистами. Получается, что он был сбит в 200-300 километрах от места падения. То есть Днепропетровская область», – заявил Губарев. Отмечается, что на вопрос, как в таком случае в Киеве рассчитали, что самолет упал на территорию ополченцев, Губарев ответил, что у них, у Киева, тоже есть такие специалисты. А вот еще одно доказательство того, что российские СМИ считают своих зрителей полными идиотами. Некая Татьяна рассказывает о двух самолетах, причем рассказывает по телефону. Интересно, что рассказывает еще один очевидец. Возможно, в этих словах как раз и кроется разгадка самой катастрофы. Я видела два самолета. И в то время, когда сначала были по звуку, сначала это было, что два самолета, потом, значит, послышались два или три взрыва. И уже когда я вышла, один самолет горел за деревьями, а второй уходил в сторону. Было три взрыва, три хлопка таких. Мы думали, что это бомбят нас, но так, взрывов не было на земле. Вот, было три хлопка, и потом, значит, один самолет упал, горел, а второй прошел за... а второй ушел в сторону. На Днепропетровску, в другую сторону. Подобных фактов, лживости, информационных вбросов со стороны российских СМИ огромное количество, и с каждой минутой их становится все больше. Только выглядит теперь это все не как защита Российской Федерации, а как попытка выгородить тех, кто развязал кровавый террор в Украине и продолжает потакать заигравшимся в войну шизофреникам. Сделать все для тщательного расследования этого события. И... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 КОНЕЦ